Когда в семье появляется ребенок, это лишний повод осуществить свои старые мечты. Я таким образом купил себе лего. Это Папа Джайзер, и давайте посмотрим сюжеты, которые мы приготовили для вас сегодня. Пап, что делать, если девочка понравилась? Просто сделай так же, как мы делаем с мамой. Ты ждать, пока на тебя наорут? В следующем году нашему городу исполняется 650 лет, но весь Киров готовится к своему юбилею уже сегодня. Поэтому Папа Джайзер открывает серию специальных рубрик, чтобы увидеть, как город преображается. Сегодня мы в Нововятске, где открылся новый сквер. А что мы знаем про Нововятск? Здесь есть парк. Здесь есть микрорайон, где мы зимой на горках катались. А еще здесь есть переезд. Да, здесь есть переезд. Но парк, где мы тусим сегодня, находится до переезда. Огромная территория. Да, действительно, есть где разгуляться. Находится парк недалеко от Дома культуры России. Много места, где можно посидеть и погреться на солнышке. Место, где можно покачаться и подкачаться. Папа, еще здесь есть горка. Странная какая-то горка. Папа, ты не понял, горка с другой стороны. Да, действительно, есть здесь развлечения и для детей, кто помладше, и для более старых тоже. Без претензий, конечно, на полноценную детскую площадку, но ребенка занять можно. Важно понимать, что в этом парке выгул собак запрещен, а значит, есть очень большой плюс. Дети могут бегать по траве, хотя, наверное, по газонам ходить тут запрещено. Ну и не опасаться, что кто-то будет лаять, либо гоняться за ними. Пап, смотри, как я научился делать. Да, Ром, молодец, но в школу все равно идти придется. В парк можно приехать хоть на целый день, ведь для заботы о родителях, а также просто для отдыхающих, специально оборудована комната для мальчиков и для девочек. Резюмируем. Большой красивый парк появился в центре Новоавиадска, и это не может не радовать. Есть где погулять, посидеть, либо развлечься с детьми. Из дополнительных приколюх здесь есть шеринг самокатов. Ну и, пожалуй, все. Вот такой подарок преподнесли жителям Новоавиадска в честь дня рождения города Кирова. Приятно, что у них появилась площадка, на которой будут происходить массовые мероприятия. Папа-джайзер снова вышел на тропу поиска новых детских площадок. И, если честно, мы давно хотели заскочить в микрорайон, который находится за гипермаркетом Гринхаус, и сегодня мы наконец-то здесь. Если рассказывать вкратце о микрорайоне, очень много однообразных детских площадок. Есть школа, есть теннисный корт, но глаз наш зацепился за одну площадку, которую видно издалека. И узнали мы ее по наличию здесь, футбольного поля. Поле, как в моем детстве. Покрытие, вот, не трава, не искусственный газон, не даже резиновое. Песок и камни. Ах, хорошо. Аж коленки вспомнили эти ощущения. Вспоминаются сейчас моменты, когда ты приходишь на коробку в 9 утра и уходишь, когда уже просто меча не видно. Настолько многоквартирный дом требует многоместную детскую площадку, поэтому здесь устроено все по двум принципам. Есть правая сторона, есть левая сторона, и они практически зеркальны. Всего в два раза больше, чем на обычной площадке. Если на обычных площадках есть качель-тренажер, то на этой площадке их 8. Не отвлекайся, качай меня, качай себя. Со спинищей шварцей я с этой площадки уйду. Если в обычном дворе есть горка, то тут их 2. Песочницы 4. В два раза больше мест, где можно посидеть на солнышке, и у каждого места есть мусорка. А это важно. Ползалки тоже 2. Папа, знаешь, чего еще 2? И чего? 2 тысячи рублей, что едешь непристегнутым. Но несмотря на то, что мест для игры здесь много, мне кажется, что в часы пик здесь просто не протолкнуться. И тех же самых качелей может банально не хватить, чтобы кайфанул каждый ребенок. Из необычного, как я уже сказал, здесь футбольное поле и мотоцикл «Восход 3М». Ну и на сладенькое изумруд этой площадки теннисные столы. Хотя, судя по всему, они используются как рабочая поверхность для приготовления куличиков. Потом жалуются, что пинг-понг в России не развит. Дед включился. Это, видимо, после Мотока. Видно, что эта детская площадка повидала свое. Все-таки дома немолодые. Но до сих пор остается вполне себе актуальной. Наша оценка, наверное, 4. Хотя, будем благосклонны, поставим 5. Да, конечно, 5. Это дворы за торговым центром «Гринхаус». Папазорова снова в деле. Пап, а правда кошка гуляет сама по себе? Правда. Вот, а ты без маминных слов ничего сделать не можешь. Кучи флипфлапс, фэки, хитчи, бичи, массаж. С вами Новикова Оксана. Мама с 5-летним стажем. И сегодня я вам раскрою мечту любой мамы. Это прибраться в квартире и нажать на кнопочку «Сохранить». Увлеченные игрой детки быстро наводят в комнате беспорядок. А вот собирать все уже не так охотно. Сегодня мы поговорим о том, как же воспитать в ребенке любовь к чистоте и порядку. И начинать мы будем, конечно же, с себя. Очень сложно что-то требовать с другого человека, если ты сам этого не делаешь. Поэтому на личном примере показываем, как вы создаете и поддерживаете уют в доме. Если вы хорошие хозяева, то примерно в 2 года ваш ребенок начнет это замечать. И тогда-то и начнем работу. В этом возрасте детки очень подражают взрослым. Поэтому позволяйте им помочь вам пропылесосить, что-то вымыть, вытереть пыль и другое. Ни для кого не секрет, что золотое правило порядка в доме – это у каждой вещи свое место. Правильно организуйте детскую комнату, чтобы ребенку было легко пользоваться своими вещами и, соответственно, убирать их потом на место. А теперь подумайте о том, как же вы просите своего ребенка прибраться. Помните, что угрозы, стыд, наказания, манипуляции – это не методы воспитания. Я не устану вам повторять о том, что в дошкольном возрасте у детей основной вид деятельности – это игра. В нее мы приборку и переведем. Мальчики с удовольствием поиграют в полицейских и разыскают все потерянные игрушки. А девочки – сюжетно-ролевую игру дочки-матери. Детки очень любят ритуалы. Они дают им чувство уверенности, постоянства в жизни. Поэтому просто введите ежедневный ритуал по уборке. Также, чтобы помочь ребенку, можно ввести памятку-напоминалочку по его обязанностям. Так, начиная с самого раннего возраста, мы прививаем ребенку любовь к порядку и чистоте, которая немножко изменится в подростковом возрасте, но это вполне объяснимо и нормально. Но об этом мы уже поговорим в других сюжетах «Мама научит». Это были все сюжеты на сегодня. Приглашайте в гости, а также предлагайте свои истории. Ну а с тобой мы увидимся не только на экране ТВ, но и на экране твоего гаджета. А сегодня у меня радость. Событие, которое я ждал ровно год. У Ромычева наконец-то выпал верхний молочный зуб. Знаете, почему я так этого ждал? Ели мясо, мужики. Пиво запивали. О чокою говорили. Ади не погибали. Субтитры сделал DimaTorzok